Друзья, сейчас будем жарить картошку. Все уверены, что умеют это делать, но идеально пожарить картошку, чтобы она получилась и румяной, и вкусной, и ароматной. Не так-то просто, есть масса нюансов. Сейчас все расскажу и покажу. Жарим картошку с грибами. Мастерство повара проверяется по жареной картошке. Это не шутка, не пустые слова. Так и есть, пожарить картошку надо уметь. Смотрите, мы жарим картошку с грибами. Так вот, правило номер один. Чтобы картошка как следует пожарилась, а не сварилась, вам нужно выбирать сковородку да побольше. Вот такую, понимаете? Если у вас есть поменьше сковородка, то, соответственно, и картошечки должно быть мало. Понятно? То есть сковородка должна соответствовать размеру картофеля. Точнее, количеству. Так как мы жарим с грибами, если мы будем жарить на одной сковородке картошку с грибами, то она тоже будет вариться. Я специально взял вторую сковородку для того, чтобы отдельно пожарить на ней грибы. Итак, начинаем с картофеля. В России его на самом деле не так много сортов, хотя за границей есть специальный картофель, который выращивают только для того, чтобы жарить, например, для картошки фри. Это как бы в этом картофеле разное содержание крахмала. У нас картошка обычная. Короче, какая есть, такую жарьте. Главное соблюдать правила. Начинаем с картофеля. Так, правило номер два. Нарезка. Она должна быть не слишком крупной и не слишком тоненькая. То есть обычно я предпочитаю разрезать картофель, вот если он среднего размера на две части, и нарезать ее вот такими кусочками. Посмотрите. Вот посмотрите на этот слайс. Вот видите? Он, давайте вот так покажу, он не тоненький и не слишком толстый. Вот такая картошка будет правильная. То есть она будет снаружи загорелая, а внутри будет мягкая. Если нарежете слишком тоненько, то она у вас как бы развалится. Если нарежете слишком толсто, то будет очень долго готовиться и не получится. Поэтому здесь должен быть вот такой вот баланс. Кто-то нарезает брусочками. Я люблю вот таким способом. Все-таки, знаете, вот такая нарезка, вот такая форма нарезки напоминает такую, знаете, классику какую-то. Вот представьте чугунную сковородку с лучком с картошечкой. Вот она как бы вот так должна быть нарезана. Вот. Если вы жарите молодой картофель, то молодой картофель жарится быстрее, чем немолодой. На это нужно обратить внимание. Замечательно. Все, с картофелем справились. Следующий ингредиент – репчатый лук. Можно жарить просто картошку на масле, тоже будет вкусно. Но с луком – это классика. С жареным луком картошка вкуснее. Лук тоже не должен быть нарезан слишком тонко. Поэтому вот такими вот, наверное, колечки в полукольцах будет самое то. То есть и не мелко, и не толсто. Посмотрите, картошки в два раза больше, лука в два раза меньше. Вот так вот. Горочка большая, горочка в два раза меньше. Тогда будет, мне кажется, идеально. Ну и третий ингредиент – это грибы. Достану их из холодильника. Кстати, эта новейшая модель холодильника, можно сказать, премьера. Здесь есть специальное устройство, которое насыщает холодильник внутри озоном. И продукты дольше остаются свежими. Грибочки – это вешенки. На самом деле, можете брать вот какие грибы хотите. Если у вас лесные сейчас растут в сезон, берите лесные, лисички, пожалуйста, подберезовики. Но универсальный вариант – это вешенки. Это вот такие грибочки. Растут они на фермах и продаются везде, круглый год. И они очень хорошо сюда подходят, потому что они такие грибные, такие плотненькие, хорошие. И с картошечкой будет самое то. К грибам вернемся. Сначала пожарим картошку. Правило номер три. Жарим на максимальном огне. Электрическая плита – врубайте максимум. Индукционную – максимум. Газ – тоже максимум. Потому что картошка должна не тушиться, а жариться. Разогреваем сковородочку. Жарим на растительном масле. И масла должно быть много. Ну, довольно-таки много. Потому что масло будет впитываться, и благодаря маслу будет правильный цвет у картошки. И она будет правильно жариться. Перед тем, как забросить картошку в сковородку, убедитесь, что масло прямо очень горячее. Это важно, потому что нам нужен цвет. Закидываем жариться картошечкой. Вот так. А вот теперь начинаются все важные нюансики. Смотрите. Значит, забросили картошку. Многие начинают сразу дергать и ее перемешивать. Ребята, это ошибка. Так делать не надо. Забросили картошку, не трогайте ее. Забудьте о ней. Пускай поджарятся как следует снизу. Только потом мы ее перевернем один раз, а потом еще раз как следует поджарить. Ошибка дилетантов, когда сразу начинают мешать. Ни в коем случае. Ликкинули и ждем. Забывайте. Как бы рука вот туда не лезла, как бы не хотелось перемешать. Не надо этого делать. Представьте, что ручка сковородки раскаленная, и вам просто нельзя до нее дотронуться. Ну, придумайте себе, как бы, причину. Вот вроде хочется, да, уже? А, кажется, пора, пора. Нет, друзья, не пора. Ждем. Максимум можно, знаете, как сделать? Вот так. Видите, чуть-чуть. Тем самым вот вся площадь, плоскость картошки, которая лежит на горячем масле, она сейчас жарится. Такая шкварчит. Понимаете, цвет у нее появляется. И она должна выглядеть красиво, потому что настоящая правильно жареная картошка, это не бледненькая, разваливающаяся, а поджаренная, чтобы у вас цвет был, понимаете? Чтобы какая-то бледная, какая-то поджаренная. И вот микс этой картошки как раз сделает ее правильной. И еще, кстати, знаете, кто-то иногда начинает жарить картошку, первым делом жарит лук, а потом забрасывает картошку. Нет, вот эта картошка при такой нарезке жарится чуть дольше, чем лук. Поэтому лук добавляется примерно в середине приготовления и успевает стать потом мягким и остаться сочным и вкусным. Ну что, пора, пора. Смотрите, значит, я так как мастер переверну просто рукой. Вы можете взять вот такую лопаточку и аккуратненько переворачивать. Короче, наша задача, смотрите, опа, вот смотрите, что происходит. Давай-давай, загляни сюда. Видишь цвету картошки? Вот, видишь вот этот цвет, вот этот колер? Вот она, жареная, красивая, вот такая вот ароматная, золотистая. Вот такая она должна быть. И чем дольше вы ее не трогаете, тем она больше такого цвета будет. А в этом цвете весь вкус. Вот, в общем-то, и есть жареная картошка. Так она готовится. Первые разы переворачивайте не спеша. Разок перевернули, подождали. Еще чуть перевернули, подождали. Все, пускай меняет цвет. Так, пока займусь грибочками. Вешенки. Они бывают крупные, бывают мелкие. Просто берете вот так вот руками и аккуратненько отрываете. Раз, два. И получается, что каждый у вас грибочек как бы по отдельности. Когда они маленькие, это очень удобно делать руками. С вешенками никакой нож не нужен. Если грибочек крупненький, вот как такой, его можно вот так вот на две части разорвать руками. Чик. Вот представляете, я сейчас вот эти сочные грибы кину к картофелю. То, скорее всего, будет много воды и картошка будет просто тушиться. А нам надо, чтобы все жарилось. Поэтому обжарю ее отдельно, а потом в конце смешаю. Так, ну что, переворачиваем. Опа. Вот он. Смотри, какой цвет красивый. Как только мы ее слегка обжарили, видите, она такая местами стала золотистая. Красивая. Вот сейчас она уже приходит, ну, так вот доходит, скажем, до готовности чуть-чуть. Примерно она так на 30% приготовилась. Вот. Еще чуть-чуть и закидываем лук. Давайте пока на соседней сковородке жарить грибы. И еще скажу. Если вдруг жарите прям совсем немножко картошки, то на самом деле грибы можно и туда кинуть, потому что вешенки готовятся очень быстро. Если все-таки хотите много сделать, зажаренной, правильной, то пожарьте на одной сковородке, например, грибы, а на другой сковородке картошку. Тогда у вас все получится правильно. Разогреваем масло. Смотрите, обжариваем грибочки. Закидываем. Они просто должны шкварчать. Есть и шампиньончики, примерно так же. Нарезали, обжарили. Все, смотрите, когда картошечка дошла до полуготовности, видите, она золотистая, но еще сырая, в этот момент добавляем туда репчатый лук. Вот так. Вот так вот. Хопа. Все, хватит этого лука. Вот. С лучком сразу перемешиваем. Лук сейчас тоже начнет немножко становиться таким мягким, поджариваться, пропитываться и отдавать свой вкус. Наверняка у кого-то из вас потянется рука посолить картошку. Запрещают. Нельзя это делать с самого начала. Соль, она как бы мешает жариться нормально. Сразу выделяется влага, она начинает вариться и не получится вот такого колера. Буквально подсолим в самом конце, так как картошечка тоненькая, она быстро просолится, этого будет вполне достаточно. Если вдруг вы налили мало масла, это сразу чувствуется. Вот смотрите, как будто не хватает, суховатая она, то абсолютно не возбраняется налить немножко маслица, вот так в процессе капельку добавить. Знаете, чем масла больше, тем вкуснее будет, поверьте мне. жарим с маслицем, перемешиваем. Вот, смотрите, какие грибочки, зажаристые. Вот грибочки можно, видите, когда вы уже чувствуете, что они как следует обжарились, значит, можно их слегка смело уже немножко подсолить и немножко поперчить. Вот так вот. Если лесные грибы жарите, им нужно больше времени, но примерно технология такая же. В них просто больше воды, их надо дольше готовить. Очень часто говорят, Саша, вот у тебя все жарится, а у нас все начинает тушиться. Ребята, вот как бы сразу говорю, да, у меня газовая плита, она сильно работает. Если у вас электрическая плита, значит, вам нужно просто раскалить сковородку заранее как следует. Вот, не кидать в сковородку много ингредиентов, все-таки, чтобы у вас испарялось быстрее, как бы, понимаете, чем копилась там вода, а потом продукты тушились. Это касается не только картошки с грибами, да и вообще технологии обжарки. Поэтому здесь вот, ловите балансик сами. Ну, вы знаете, ведь все жареное, вкусное. Так, еще ловите лайфхак. Бывает, жаришь, 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 уже вроде цвет красивый, и все, картошка сырая. Иногда делают таким образом. Это можно делать, но не обязательно. Но если сделаете, ваша картошка быстрее приготовится. Смотрите, пользуемся крышечкой. Во время жарки картофеля просто накрываем крышкой. Сейчас что происходит? Картошка начинает нагреваться, выделяется горячий пар. И он не выходит, наверх, а остается внутри. Тем самым там температура прям горячая, как водяная, такая баня. Вот. И за счет этого картошка начинает быстрее готовиться. Потом просто достаете, быстро ее обжариваете, пара выходит, и она снова жареная, а не вареная. Только не закрывайте надолго, буквально по чуть-чуть. Видите, чуть-чуть подержали. Открываем. Видите, сколько пара? Вот. Теперь, видите, она как будто немножко мокренькая. Снова вот так вот перемешиваете, все, лишний пар уходит, и она снова получается такая поджаристая и не влажная. Вот, смотрите, лучок начинает золотиться. Видите, вот так вот. Все. Если просто лук пережарен, вы его потом не почувствуете. А если вот он только дошел до готовности, стал жареный, в тот момент, когда картошечка готова, это совсем другой вкус, понимаете? Поэтому лук в середине приготовления. Но при одном условии, еще раз повторюсь, что картошка у вас нарезана не слишком тонко, понимаете? Если слишком тонко, то картошка уже дойдет до готовности, а лук еще будет сырой. Все вам рассказал. Все карты, так сказать, открыл. Все правила про картошку. Вот, картошку надо уметь. Часто, кстати, поваров проверяют, знаете, на их профпригодность. Приходит повар, ты говоришь, ну-ка пожарь картошку. Пожарил повар картошку? Ну, так себе. Ты думаешь, а-а-а, потому что настоящий повар хороший, знает, как картофан жарить. Все, я думаю, грибочки готовы. Долго их жарить не надо. Выключаем нагрев. Пускай прям на этой сковородочке тихонечко доходят. Как проверяется картошка? Берет самый крупный кусочек. Самый крупный, самый толстый. Так вот, вилочкой его раз, оп, сыроват. А вот, например, тоненький, вот такой вот, видите, зажаренный, хоп, уже готовая. Значит, еще чуть-чуть ждем. И в этот момент можно картошку подсолить, потому что до конца приготовления осталось максимум минутка. Подсаливаем. Немножко свежемолотого перчика. Так много не надо, чуть-чуть. Перемешиваем. Все, пока оно доготавливается, нарублю свежую зелень, потому что жареная картошка с луком и грибами, ну просто со свежей зеленью, это прям лучшее, что может быть. У меня здесь укропчик, любимый, и петрушечка. Если у вас есть зеленый лучок, можете тоже его добавить. Ну, у меня он там репчатый, поэтому не буду его сюда добавлять. Только петрушку и укроп. Блин, ну, знаете, жарить картошку – это талант. Смотрите, какая она загорелая, жареная. Кто-то может так вот сходу подойти и сказать, блин, да она же где-то у тебя тут пережаренная, где-то она у тебя слишком. Ребят, поверьте мне, когда будете есть, поймете, что вот она такая, вот именно такая. Она по-настоящему вкусная. Здесь вся палитра вкусов жареной картошки. А ведь мы жарим картошку для чего? Чтобы съесть и кайфануть. Вот от такой кайфанете. Так, ну все, ребят, картошка готова. Выключаем и в самом конце смешиваем с грибами. Все, перемешиваем с грибочками. Это я, видите, вот так мешаю. Если вы так не умеете мешать, вот лопаточкой, я так аккуратненько раз, перемешаю сюда, перемешали сюда. Все, с картошечкой буквально чуть-чуть, ой, с грибочками немножко вот так перемешайте, чтобы вкус немножко пропитал грибной картошечку. И все. Видите? Вот такая она должна быть, зажаристая, красивая, с лучком, с картошечкой. Картошка, бомба. Выкладываем тарелочку. Посыпаем свежей зеленью, вот так вот. Ну и подается, ребята, конечно же, со сметанкой. Так вкуснее всего. Хотите, вот прям туда, хотите, прикушку ешьте. Ну дайте так, чтобы красиво смотрелось. Прям так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, посмотри на эту красоту. Ну вот она, зажаристая, вкусная, с ароматом зелени. И с грибочками. Ммм, запах какой. Так, немножко в сметанку. Невероятно. Ну, я вам могу сказать, это любовь на всю жизнь. И вот эту любовь никто никогда не разлучит. Никакая итальянская паста с третерями, знаете, картошечка с грибами и луком со сметанкой лучшее, что может быть на свете. Теперь я за вас спокоен. Теперь вы точно можете говорить, что умеете жарить настоящую, правильную картошку с луком и грибами. Перед вами не простой холодильник, а совершенно новая модель от Hotpoint. Уникальная технология Active Oxygen препятствует размножению вирусов и бактерий до 97%. В чистой среде не образуется неприятного запаха, а значит, свежесть продуктов сохранится дольше. Для жареной картошечки с грибами нужны картошка, вешенки, репчатый лук, петрушка, укроп, сметана и подсолнечное масло. Большая порция жареной картошки с грибами 93 рубля. Техника Hotpoint ваш незаменимый помощник на кухне каждый день. Бытовая техника разработана для вас и вашего дома, чтобы вы могли получать удовольствие при приготовлении любимых блюд. Hotpoint заботится о том, чтобы сделать приготовление легким и приятным, а блюда сохранили полезные свойства продуктов и их вкус. Воспользуйтесь специальным предложением на покупку техники Hotpoint по ссылке в описании к видео и почувствуйте себя настоящим шеф-поваром.